Возвращение домой. Только вот счастливая ли? Ребят, которые отдыхали в лагере Золото Белого моря в Карелии, в сопровождении взрослых, сегодня посадили в поезд и отправили в Москву. Напомню, детей пришлось эвакуировать с острова Сидоров Чупинской губы Белого моря после того, как в их палаточном лагере обнаружили нарушение. Проверка, это понятно, была проведена сразу же после трагедии на Сямозере. В результате выяснилось, что палаточный лагерь Золото Белого моря не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Директора Дениса Орлова задержали и даже поместили под домашний арест. Но, кстати, в Москву в итоге он возвращается вместе с детьми, тем же поездом. Основные претензии, что у нас по нескольким пунктам СанПИНа и по уровню обеспечения безопасности, она обеспечивается ненадлежащим образом. То, что у нас там все небезопасно, то, что у нас там все грязно, все плохо. Дети не в тех условиях живут, в каких следует. Как удалось выяснить Лайфу, единственная девочка, которую врачи решили госпитализировать после эвакуации из палаточного лагеря, едет в этом же поезде. Подозрение на кишечную инфекцию у нее не подтвердилось. Несмотря на нарушение, которое специалисты нашли во время проверки лагеря, никто из воспитанников на момент эвакуации ничем не болел и ни на что не жаловался. Врач лагеря «Золото Белого моря» убеждена, что самым сложным испытанием для детей, как и для вожатых, была та самая проверка лагеря и допросы, которые после нее последовали. Единственное, что, конечно, и дети, и взрослые очень измотаны психологически, допросами. И вот с моей точки зрения, то, что у нас происходило последние двое суток, когда просто людей до нервного истощения довели, особенно взрослых. То есть допросы длились без соблюдения всяких норм до шести часов. То есть можно себе представить, и люди параллельно, несмотря на это, занимались детьми, старались, чтобы у них не сорвался отдых, вели свои программы. Ну и, наконец, в своей эвакуации с берегов Белого моря остались не очень довольны сами дети. Жизнь в палаточном лагере была интересна и вызывала, как они рассказали, только положительные эмоции. А бытовые трудности для такого кемпинга даже нормально. Все-таки программа рассчитана на получение туристических навыков, а не просто на отдых. Но теперь за то, чтобы лагерь не закрыли и вожатых не посадили, сами дети и их родители готовы по-настоящему бороться. Мы считаем их достаточно профессиональными и доверяем им свою жизнь, так как и наши родители тоже доверяют им нашу жизнь. А приедете еще, если? Конечно. А если лагерь закроют, расстроитесь? Мы попишем петицию, напишем письмо Путина, его снова откроют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!